Возвращаемся мы с тобой к игре Дасквуд и у нас сразу же встречает Джесси. Дасквудчик? Джесси? Я тут. Ты же видишь, что я онлайн. Она очень счастлива, что мы вернулись с тобой в эту игру. Я чувствую себя кошмарно, но мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Что такое? Конечно, рассказывай. Что на этот раз приключилось с подозрением? Рассказывай, что такое, конечно. Расскажи мне, что ты думаешь о Томасе? А что можно думать о Томасе? Терпеть не можем, о нем особо не думаем, он мне нравится. Он ведет себя подозрительно, но в целом хороший, хороший персонаж. Значит, тебе совсем не кажется, что он ведет себя подозрительно? Кажется? О чем это ты? Мне не кажется. Если честно, кажется. Да, действительно, такое есть. Но в целом-то он нормальный. Я тоже его подозреваю. По крайней мере, в последнее время. Ну вот, теперь ты знаешь, что я думаю. Ты напрасно тратишь наше время. Тебе стоит держаться от него подальше. Мы разузнаем, почему он так себя ведет. Действительно, вдруг тут все не так, как кажется. Мы все разузнаем. Раз уж мы заговорили о том, чтобы что-то узнать. Нам стоит заняться той зацепкой. Это легенды Дасквуда. Чего? О чем это ты? Дасквудчик знает. Так. Подмигиваем. Это не важно, Рич. Ричи тоже должен знать. Типа знаешь, у нас такие секретики, и мы об этом не говорим. Ох, как же тебя зовут? Секунда. Ричи. Вот. Значит, все правильно, Ричи. Да мы просто шутим. Я тоже люблю пошутить. В следующий раз позовем тебя с собой. Вот незадача. Позовем его с собой. У нас есть время, чтобы еще поговорить про легенды? Есть. На чем мы остановились? На чем остановились? Хороший вопрос, кстати. Давай вспоминать. На Человеке без лица. О Томасе. О том, что Дэн ведет себя странно. Я помню исключительно из этой игры про Человека без лица. Знаешь, такая достаточно запоминающая история, которую точно не забудешь. Точно. Спасибо. И о том, что Альфи видел, как он забрал Ханну. Ладно. Вот что я думаю. Альфи из Даскуда, как и я. Кроме того, его мама – владелица мотеля. Пацану было некуда деваться, и пришлось слушать все эти легенды и истории. Как думаете, сколько раз в день при нем упоминают Человека без лица? Возможно. Хорошая версия, кстати. 11,7 раз. Это что за расчеты такие? Много? Джесси, думаю, этот вопрос отрисован тебе. Но мы действительно не жители, но давай вот это ответим. Какой-то очень забавный ответ. Но Альфи не стал бы из-за этого говорить, что видел, как утаскивают Ханну в лес. Сама история, да, но при чем тут Ханна? Уверен. За последние несколько дней он много раз слышал об исчезновении Ханны. Ребенок запросто мог все перепутать. Или нарассказывать не были лиц. Вполне. Особенно ребенок с умственной осталостью. Нет, не думаю, что это наш случай. Да, вряд ли. И я. Но Человек без лица – это реальная и важная зацепка. Да, Сквудчик, мы с тобой этим займемся, так? Ладно, ради тебя. Надеюсь, это будет не зря. Все так, Джесси. Ради нее или все так, Джесси? Ради тебя. Что такое, Ричи? Ты ревнуешь уже или что? Ему не нравится это все. Я это чувствую. Человек без лица приведет нас к Хане. Даже если этот занудомеханик откажется нам помогать. Занудомеханик. Понял, что это про него. Мне бы хотелось, чтобы Ричи нам помог. Кто-то копчается с начальником. Действительно, что это такое, Ричи? Просто я слишком добрый. Значит, ты теперь выйдешь из нашего группового чата по легенде? Да, пускай остается вместе-то веселее. Нет уж. Нельзя, чтобы вы тут слишком увлекались. А особенно без моего присмотра. Да, он ревнует просто. Ты такой любопытный. Ха-ха, ничего не говорить. Давай про любопытство. Рада, что мы все это уладили. Пару минут природой страдали. Ни о чем просто говорили. И что теперь будем делать? Мне надо подумать. Напиши нам, когда что-нибудь придумаешь. Поговорить с мамой Альфи. Поговорить с самим Альфи. Думаю, имеет смысл поговорить с самим Альфи. Плюс, насколько я помню, Джесси, она была нянькой у Альфи. Наверняка она знает к нему какой-то подход. Отличная идея, досквутчик. Займусь этим после работы. Сложностей возникнуть не должно. Я еще не добавил досквутчик. Правда? Эээ, в смысле? Вы о чем? Наверное, Ричи меня раньше недолюбливал. Тебя не было на то причин. А пора бы. К себе в друзья не добавил. Но действительно не было на то причин. То есть это все нормально. Что правда, то правда. Супер. Вперед, ребята. А я пошла. Погоди-ка, досквутчик. Ричи добавил нас в друзья. Приветик. Приветик, пистолетик. Привет. Тебе что-то нужно, не так ли? Давай сразу просто привет. Хочу попросить тебя о продолжении. Вся эта тема с человеком без лица. Будет классно, если ты не станешь чересчур подначивать Джесси на то, чтобы заняться этим. Уж не знаю, подходит ли тут слово подначивать? Мне кажется, нет. Ей это интересно. Нам это интересно. Что здесь такого? Ты не хочешь, чтобы мы делали из мухи слона? Не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Ты думаешь, я над ней насмехаюсь? Ну, последнее точно нет. Второе тоже нет. Ты не хочешь, чтобы мы делали из мухи слона? Да, именно. Ее иногда слишком уносит. Она из тех, кто хочет увидеть монстров в тенях на стене. Так, Ричи, там у Джесси новая фоточка. Поэтому, подожди, ты же понимаешь, это важнее. А ее можно посмотреть где-то, нет? А, то есть только здесь. Она из тех, кто хочет увидеть монстров в тенях на стене. Она хочет, чтобы они были реальностью. Понятно, до мне это и так ясно. Давай правую реальность. Меня интересуют исключительно факты. Но что если существуют? Что это значит? Что нас не так просто сбить с толку. Мы ищем зацепки. Мы готовы ко всему. Мы ищем зацепки. Мы опираемся на зацепки. Мы опираемся на факты. Меня это очень радует. Знаешь что? Ну, что тут скажешь? Просто не хочу, чтобы Джесси через чур этим увлекалась. Так это ты ей это скажи. Вот, давай спросим. А ты, случайно, не влюблен? Да, что ты такое говоришь? Ну, она милашка. Это глупо отрицать. Она красивая. Нет, конечно. До скорого. Увидимся, пока было приятно поговорить. Давай приятно поговорить. И мне, и мне. Мы восстановили файл и отправляем его нашему хакеру. Тебе удалось найти еще одну заметку Ханна? Насколько я помню, у меня тогда не хватало интонаций. Но сейчас у меня вроде их больше стало. Может, что-то ему тоже придумаем. Подожди, сначала мне нужно прочесть. Да, прочесть нужно. Облако. Документ второй. Он пошел со мной. Слава богу. Иначе бы у меня ничего не вышло. Я бы просто развернулась на пороге и ушла. Семья нас так радушно встретила. Такое ощущение, что я бывала в их маленькой гостиной уже миллион раз. Встреча не принесла ничего нового. Айрис нас заверила, что все рассказала полиции. Тем не менее, она снова пересказала нам историю от начала до конца. Я знаю ее рассказ наизусть. Я знаю все до мельчайших деталей. Она тоже все помнит. Несмотря на то, сколько времени уже прошло. Думаю, она никогда это не забудет. Когда настало время уходить, айрис меня обняла. У меня сердце кровью обливалось. У нее такие же глаза. Такого же изумрудного цвета. Прочитали мы с тобой заметку? Хм, эта заметка совсем не похожа на первую. Как это? Я знаю почему. Не-не-не-не, давай мы с вами будем во всем гадать. И разгадаем это совсем скоро. Спасибо за просмотр. Хорошего тебе настроения. И до встречи в следующих сериях.